Всем привет! С майскими праздниками! Компания ОЕМЗАПРУ приветствует вас и тех, кто в этот день не жарит шашлыки, не бухает, наверное, а приехал в сервис, не знаю зачем. В частности, перед нами автомобиль Гранд Старых с 2010 года. Приехал, видимо, переотдыхал и говорит, хочу, чтобы мне поменяли гур. Мы не вникаем, исполняем желания в праздничные дни. Вот он, гур, это что у нас, насос, гидроусилитель для руля, кто не знает, вот его номерок, может кто-то будет искать. Вот есть такое чудо у нас, относительно недорогое, что говорит. Жалобы на то, что трудно крутится руль, человек сам поменял жидкость гур, не особо помогло, он еще раз сменил, она все равно продолжила не крутиться. Хотя, кто, наверное, делает машины, знает, что причиной может быть и рулевая рейка сама. Мы встречали такие случаи, когда, допустим, она настолько ржавела, и людям настолько было безразницы для автомобиля, что просто тупо в кляну стояла. Бывают опорные подшипники подклинивают, не дают нормально рулить. Ну, человек решил гур. Поступим немножко, может, непрофессионально и поменяем, надеемся, что все будет хорошо. Вот он выглядит, крепится специфично. На машине сейчас покажу. Вот здесь один болт с этой стороны через шкив откручивается. Второй будет стоять вот с другой стороны, он с торца, если будете это делать сами. Смотрите, что нужно сделать. Нам нужно будет с вами, здесь есть натяжной ролик, вы ослабляете ремень, чтобы снять ремень. Вот, мы уже выполнили, сейчас покажу получше. Вот, ремень сняли, видите, со шкива, потому что гур у нас приводится ремнем. Вот он сейчас, ремень в свободном состоянии. Насос, вот он сам находится внизу, вам видно. Подставили тазик, потому что потечет жидкость гур. Кто знает, кто не знает, туда идет обычная краснуха, дегстрон третий. В Гранд Старксе корейцы не стали ничего особо придумывать. Кстати, вот интересно, тоже можно посмотреть, идите сюда, вот с этой лучшей стороны. Вот он, флянец турбины, он полон масла. Ну, руль, конечно, поэтому не будет, но видите, у меня есть такая поговорка, есть турбина, есть проблема. Но, тем не менее, человек ездит, пока все устраивает. Смотрите, видите. Для того, чтобы, ладно, вернемся к нашему гуру, вам надо будет, вот он бачок гура, открыть крышку. Здесь вот сверху, вам видно, уже отведена в сторону трубка сверху высокого давления. Это вот она вот здесь стоит. Это подача масла в насос. И вот шланг снят. Здесь, наверное, вам не видно, а может видно, он на хомутах. Это шланг обратки. Что нужно сделать? Через шкив здесь, с торца открутить один болт. И с другой стороны, для этого вам надо будет снять, вот он, патрубок, открутить второй, и насос окажется в ваших руках. Сейчас мы нашего стеснительного Михаила пригласим. Это автомеханик. Он сейчас снимет для нас этот насос. Вы увидите, как это делается, правда, без комментариев. Ну, я думаю, тут ничего сложного. Доступно все вам рассказал. И после этого заведем машину с вами и проверим, что будет. Ну, что, народ, говорю шепотом, потому что работаем в спартанских условиях. 10 мая 2019 год. Я думал, такого уже нет. Я рос в военном городке, и вот там отключали свет стихийно. А у нас тоже, видите, экономия света нет. И мы продолжаем чинить этот автомобиль. Да, Мишель? Да, вообще, пофига. В общем, мы с вами поменяли насос ГУР. Михаил покрутит сейчас рулем. Уже, наверное, даже крутил не раз. В общем, все работает. Слава человеку. Аллилуйя. Самодиагностом. Все сделали. Все узнали. В общем, сама манипуляция занимает, если вы там с должными навыками, может, минут 15. Плюс прогнать жидкость. Она должна чуть постоять, отстояться. Бывает, вот опять у нас, смотрите, свет выключили. Класс. Вообще, работаем просто. Один ролик лучше другого. Если у вас бывает, что пошел гул, вы возьмите, дайте ему чуть постоять. Должна пена осеться на масле. Рекомендовано прокачивать ее. Надо будет вам крутить рулем из стороны в сторону, чтобы максимально заполнить полость и все выгнать весь воздух. Таким образом, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Если есть у кого-то вопросы, задавайте их, звоните, пишите и узнавайте больше о ремонте корейского автопрома. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok